К звездам люди стремились во все времена, но в эпоху современного прогресса достижения, кажется, преврошли все ожидания. Небоскребы взлетают к облакам все чаще и стремительнее, а вслед за ним на лифте любопытные путешественники и отдыхающие. Если же говорить о небоскребах в Арабских Эмиратах, то это повод для отдельного тура с обязательным посещением всех необычных высотных зданий, чем мы с вами сегодня и займемся. В Дубае, например, строительство небоскребов – это образ жизни и постоянное совершенство разума и технологий. Главным образом, все высотные строения здесь располагаются в четырех районах – GLT, Dubai Marina, Downtown и Sheikh Zayed Road. Сколько же всего небоскребов в Дубае? Какие из них являются самыми высотными отелями и жилыми помещениями в мире? Именитые архитекторы и самые смелые проекты – все это в сегодняшнем выпуске. И первое сооружение, с которым я хочу вас сегодня познакомить – это легендарная бурж-халифа, которая все еще занимает лидирующее место в списке самых высоких зданий мира. В переводе с арабского «Бурж» обозначает башня. Изначально небоскреб носил имя «Бурж-Дубай», то есть «Дубайская башня», но в день открытия его применяли. На торжественной церемонии глава Эмирата Дубая заявил – отныне и навсегда башня будет носить имя «Халифа» в честь президента Объединенных Арабских Эмират – халифа Аль-Нахаяна. Высота буш-халифы составляет целых 828 метров, и в 2010 году башня официально получила статую самого высокого здания на планете. Дубай тут же привлек внимание всего мира. Рекорд Эмират не понравился принцу Саудовской Аравии. Он тут же заявил, что в его стране появится небоскреб «Бурж-Джида» высотой в милю, то есть целых в полтора раза выше «Бурж-Халифы». Позже выяснилось, что строительство такой башни технически пока невозможно, и предполагаемую высоту небоскреба снизили до одного километра. Однако в 2018 году строительство остановилось по финансовым причинам. В результате чего Дубайская башня так и осталась самым высоким строением в мире. В здании всего 163 этажа и две смотровые площадки. Первая из них – это двухуровневая, на 124-м и 125-м этажах, и вторая находится на 148-м этаже. Это самая высокая смотровая площадка в мире. «Бурж-Халифа» бьет одновременно несколько рекордов. Это самое высокое здание в истории человечества, здание с наибольшим количеством этажей, самый высокий в мире ресторан «Атмосфера» располагается на 122-м этаже, самый мощный в мире фонтан, который может извергать из себя потоки высоты на 100-100 метров. Это здание с самым быстрым лифтом, который едет со скоростью 10 этажей в секунду. И самая высокая мечеть также располагается здесь. Для того, чтобы посетить смотровые площадки, существует несколько опций. Нижнюю площадку на 124-м и 125-м этаже можно посетить за стоимость от 42 долларов вне прайм-тайм, а вот время заката обойдется вам уже от 63 долларов. А вот цены на верхнюю смотровую площадку на 148-м этаже уже начинаются от 100 долларов вне время заката, и время заката уже идет от 130 долларов. Бурж-Халифа – это центр жизни Дубая. Помимо того, что она постоянно мелькает в рекламных роликах, фильмах, экстрим-проектах, также она привлекает внимание как местных принцев, так и иностранных знаменитостей. А еще, помимо грандиозных новогодних фейерверков, на Бурж-Халифа делают постоянные проекции стран и важных событий, таких вот, как, например, годовщина полета Юрия Гагарина с фразой «Невозможное возможно». Теперь давайте пару слов о том, сколько же стоит жить в легендарном Бурж-Халифа. Стоимость покупки односпальных апартаментов в самом высоком здании мира вам обойдется порядка 740 тысяч долларов. А вот двухспальные апартаменты обойдутся уже больше миллиона долларов. Причем цена здесь прямо пропорционально высотности. Чем выше этаж, тем выше стоимость. Вот пример двухспальной квартиры с тремя ванными комнатами, без мебели, с видом на фонтаны за 5,2 миллиона дирхам. Стоимость включен абонемент в тренажерный зал и бассейн. А вот квартира с одной спальней и одной ванной комнатой за 2,7 миллиона дирхам. Если вам еще не хватило, то вот апартаменты с тремя спальнями и семью туалетами за 8 миллионов дирхам. А вот что касается аренды жилья, 68 тысяч долларов за год за двухспальные апартаменты с мебелью, а вот студию можно арендовать где-то за 32 тысячи долларов за год. Если же вы хотите остановиться в Бурж-Халифа как турист, то это можно сделать в отеле Армани, где стоимость номера начинается от 600 долларов за ночь. Но учтите, что Армани – это нижние этажи башни, так как верхние этажи занимают резиденции и рестораны. Продолжая тему Бурж-Халифы, которую, кстати, мы сегодня будем еще много раз затрагивать, скажу вам, что среди местных жителей больше ценятся отели и апартаменты не в самом небоскребе, а с видом на него. И сейчас предлагаю вам топ отелей и резиденций в окрестностях Бурж-Халифы, Дубай Мол и фонтанов. Это не высотный отель, но я внесла его в список за колорит и интерьер, выполнен в восточном стиле, который передает атмосферу того Дубая. Отель не из новых, но это, пожалуй, лучший вид на фонтаны и Бурж-Халифа, так как отель расположен прямо напротив Дубай Мола. Его часто выбирают на одну или две ночи, чтобы насладиться прекрасными видами и шоппингом. Стоимость ночи в таком отеле порядка 500 долларов. Одними из самых востребованных высотных отелей Даунтауна идут Дурани, где ночь стоит 520 долларов, адрес Skyview и адрес Даунтаун, где ночь проживания обойдется в 660 долларов. А вот более бюджетными вариантами могут быть отели Ромада, все тот же Дурани, адрес Дубай Мол, где цены за ночь начинаются уже от 150 долларов. Еще одна визитная карточка Дубая – это Бурж-Халираф. Пожалуй, это самая знаковая достопримечательность города. Здание имеет форму паруса и построено на искусственном острове, расположенном почти в 300 метрах от берега. Он был отправной точкой начала лакшери отдыха в Дубае. Бурж-Аль-Араб, так же как и его соотечественник Бурж-Халифа, имеет огромное количество достижений и успехов. Во-первых, он является одним из самых высоких отелей в мире. Его высота вместе с мачтой составляет 321 метр, а вестибюль отеля является одним из самых высоких, и его высота – 180 метров. Бурж-Аль-Араб имеет всего 28 этажей, на которых размещаются 202 двухуровневых номера, проживание в которых себе могут позволить только богачи. За ночь в обычном номере придется выложить от 1000 до 15 тысяч долларов, а самый дорогой номер – королевский – за ночь обходится в 24 тысячи долларов. В этом отеле роскошь прослеживается в каждой детали. Гостям отеля предлагают эксклюзивные постельные принадлежности, как, например, одеяло из пуха исландской гаги. И к ним можно подобрать любой из 17 видов подушек. От подушек, пропитанных успокаивающими ароматизированными настоями, до подушек с антивозрастным эффектом. Каждый гость на время проживания в отеле получает в пользование покрытый золотым айпад, а также для гостей доступен самый большой в мире парк автомобилей марки Rolls-Royce. А теперь давайте разберемся с мифами и правдой о Бурж-Аляраб. Имеет ли Бурж-Аляраб 7 звезд? Нет, это только на словах. По международному стандарту Бурж-Аляраб это 5-звездочный отель класса делюкс. У отеля есть собственная вертолетная площадка? Да, причем на высоте 210 метров, где постоянно проходят мероприятия международного уровня. В отеле используется одна из самых дорогих косметик Hermes, включая парфюм. Бурж-Аляраб имел два мировых рекорда. Первый – это являлся самым роскошным отелем в мире, не знаю, как они это рассчитывали. И второй – они обладатели самого дорогого коктейля в мире, стоимостью 9000 долларов. В отеле есть подводный ресторан? В Бурж-Аляраб имеется ресторан со стеклянными стенами Аль-Махар. Он входит в десятку лучших ресторанов мира. Отделка отеля сделана из золота? И да, и нет. В интерьере отеля использовано 21 килограмм золота, а из камней Сваровски выложили млечный путь на потолке. Следующим интересным фактом про отель является то, что он стоит на искусственном острове. Это знают все, но этот остров совсем не такой, как все остальные намывные острова в Персидском заливе, так как он должен выдерживать огромный весь здание. Основание острова – это массивная бетонная плита, которая покоится на 250 бетонных сваях, каждая из которых уходит в глубину на 40 метров. А кроме того, по периметру весь остров обложен пустотенными бетонными блоками, напоминающими пчелиные соты. Эти блоки гасят силу волн. Кстати, высота острова всего 7,5 метров. Помимо всего остального, на территории Бурш-Аля-Раб располагается 8 ресторанов и баров мирового класса. Один из них – это подводный ресторан со стеклянными стенами Аль-Махара, где подают блюда из морепродуктов, и на высоте 200 метров располагается ресторан Аль-Мунтага, который является отличным местом для того, чтобы насладиться коктейлем или чаем, а заодно полюбоваться красивейшими видами Дубая. А на 27 этаже отеля находится бар Skyview, который можно посещать только если вы проживаете в отеле или уже побывали в одном из ресторанов. Именно в этом баре находится тот самый знаменитый коктейль за 9000 долларов. Название самой дорогой гостиницы Бурш-Аля-Раб переводится как Арабская башня, и благодаря узнаваемой креативной форме он еще известен как Отель Парус. В Объединенных Арабских Эмиратах до его строительства не было архитектурного сооружения, которое могло бы считаться туристическим символом города и страны, подобно европейскому Биг Бену или Эйфелевой башне, и в 1999 году такое здание наконец появилось и сразу же приобрело статус самого лучшего и дорогого отеля в Дубае, которое пока никто еще не победил. Исходя из информации за 2020 год, Дубай стал мировым лидером по количеству построенных за год новых небоскребов. В этот раз городу будущего удалось опередить даже 4-летнего лидера, китайский город Шэньчжэнь. В 2020 году в Дубае построено около 12 зданий высотой более 200 метров, что является рекордным показателем для Эмирата. Причиной такого необычного роста числа готовых небоскребов на рынке заключается в увеличении объема инвестиций в этот тип проектов около 5 лет назад в соответствии с сильной позицией рынка в то время. И эти проекты как раз сегодня были завершены. А по некоторым источникам во всем мире в прошлом году было построено 106 небоскребов. Поэтому, соответственно, я вам не могу ответить на вопрос, сколько небоскребов в Дубае, потому что данные везде отличаются, и также обязательно нужно учитывать замороженные проекты. Но я вам могу показать топ-10 самых высоких зданий города. Ну что, поехали! В этом списке я буду показывать реально существующие здания, достроенные и сданные в эксплуатацию. Чуть позже я вам еще разъясню, почему я делаю акцент именно на этом. И лидером нашего топ-10 самых высоких зданий в Дубае является уже известная вам Бурж-Халифа с высотой 828 метров. Принцесс Тауэр – это жилой небоскреб, расположенный в Дубае в районе Дубаи-Марина. Высота здания целых 414 метров при 101 этаже. Это второе по высоте жилое здание в мире, и также второй по высоте небоскреб в Дубае. А вот 90-этажный жилой небоскреб, построенный в Дубае. Его высота 393 метра. И до завершения строительства небоскреба Принцесс Тауэр он считался самым высоким жилым зданием в мире. В башне представлены 288 апартаментов, часть из которых – это двухуровневые квартиры с четырьмя спальнями. А стоимость вот такого пентхауса вам обойдется порядка 30 миллионов долларов. Элит-эзитенс – это еще один из самых высоких жилых небоскребов мира. 381 метр, расположенный в респектабельном районе Дубаи-Марина в центре города. В здании 91 этаж, 76 из которых – это жилые, и 15 этажей зданий отведены под инфраструктуру. Бассейны, консьерж-сервис, спа, фитнес, гимнастический зал, торговый и бизнес-центры. Стоимость ночи проживания здесь начинается от 150 долларов. Адрес Бульвар, в отличие от своих предшественников, находится уже в центральном районе Даунтаун, в близости от Дубаи-Мол. Здание высотой 368 метров, представляет собой высококлассный 72-этажный отель и жилую башню. В здании находится 196 гостиничных номеров и порядка 500 апартаментов. Ночь в таком отеле стоит от 500 долларов. Шестое место в списке небоскребов Дубаи занимает башня Алмаз с высотой 360 метров. Это здание состоит из 74 этажей, из которых 70 используются в коммерческих целях. А 4 из них являются техническими этажами, то есть это полноценный офис-центр без жилых помещений. А вот на седьмом месте у нас почетно стоит отель Дживора, который получил звание самого высокого отеля в мире, отняв это первенство у Бурша-ля-Раба. Отель высотой 358 метров находится прямо на дороге Шейхзайт-Роуд. К услугам гостей отеля 528 номера, от делюкса до просторных двухспальных люксов. Следующий отель, сети Мариот, также называет себя самым высоким отелем в мире. Связано это с тем, что в разных источниках указана разная высота. Дживи Мариот это 355 метров над землей. И завершают эту десятку 54-этажное офисное здание, входящее в состав Эмиратс Тауэр и высотой 354 метра. И жилой небоскреб Факел, находящийся в районе Дубаи-Марина и высотой 337 метров. Интернет и соцсети пестрят информацией о достижениях Объединенных Арабских Эмират, а в частности Дубая. То и дело появляются заголовки о поставленных новых мировых рекордах, возведении нового неимоверного небоскреба в футуристическом стиле или насыпанном очередном острове или архипелаге. Причем это подается в утвердительной форме и зачастую в настоящем или даже прошедшем времени, что я, как житель Дубая, то и дело начинаю удивляться тому, где же находится эта постройка и почему я ее еще не видела. Менеджмент Дубая дерзок и амбициозен в заявлениях, планах и проектах. И проводят сумасшедшую рекламную политику с привлечением инвесторов и капитала в свою страну. Но стоит заметить, что, к сожалению, на практике далеко не каждый заявленный проект воплощается в жизнь и часто утвержденные и даже начатые мегапроекты замораживаются, выставляются на аукционы или даже просто остаются заброшенными. И я, как простой обыватель, хочу показать пару примеров того, как хороший маркетинг воздействует на некорректное и в итоге нереальное восприятие действительности. Как, например, ситуация с Криктауэр, сдача которого планировалась еще в 2020 году. Забегая вперед, скажу, что здание не то, что не сдано в эксплуатацию, оно еще не достроено. И неизвестно будет ли. Хотя во многих источниках его можно увидеть как самый высокий небоскреб в мире. Учитывая отдельно, что термин небоскреб к нему не очень подходит, так как оно не выполняет два основных пункта, оно не поддерживает само себя и не было бы обитаемым минимум на 50%. Но многие источники продолжают давать ему первенство. Так же, как и небоскреб в Саудовской Аравии, строительство которого давно заморожено. Относительно насыпных островов на канале есть отдельное видео, поэтому на них мы останавливаться не будем. Единственное, скажу, что разрекламированный проект архипелагов, который со спутника якобы выглядит даже вот так, на самом деле является законченным видом одной единственной пальмы Джумейра и основная часть заморожена или даже не начата. И в действительности, по факту, снимок выглядит вот так. Еще один спорный проект в Дубае – это небоскреб Марина 101, который в источниках также числится как сданный в эксплуатацию. Проект был достроен на 98% и заморожен. Клиенты, инвестировавшие в недвижимость высотного здания, которое до сих пор остается незавершенным, готовы были внести дополнительные средства с целью завершения проекта и получения квартир в личное пользование. Однако, чтобы завершить строительство, необходимо около 5 миллионов долларов, в связи с чем застройщик принял решение выставить часть объектов небоскреба на аукцион. Напомню, что здание начало свое строительство еще в далеком 2005 году. К сожалению, список долгостроев в Дубае довольно приличный. И хочется все-таки верить, что потраченные миллионы долларов на привлечение инвесторов и рекламу принесут свои результаты. А такие смелые проекты будут действительно воплощены в жизнь. Конечно, жить в городе, где каждое второе сооружение является достоянием архитектуры, очень привлекательно и престижно. Возможность наблюдать, например, за строительством и завершением интерьерных работ от именитых дизайнеров, таких как, например, Заха Хадид, которая была признана архитектором с прогрессивными проектами, раздвигающими границы архитектуры и городского дизайна, на примере Опус, это многофункциональный центр с коммерческими, жилыми и гостиничными повещениями, дает непередаваемые ощущения. Но так ли прекрасна жизнь во всех этих чудесах архитектуры и высотных сооружениях? Очень хочется, чтобы ваши ожидания совпали с реальностью. В Дубае ценится высотность, она прямо пропорциональна стоимости жилья. Конечно, все представляют картинку с шикарной панорамой из окна, но на деле четкое изображение получается довольно редко, из-за частых песочных, бурь и дымки, а также отблеска и немытых окон. Плюс верхние этажи таких зданий довольно сильно раскачиваются в ветреную погоду, и люди с высокой чувствительностью это замечают. Также в высотках частая проблема с парковками, и в Дубае во многих зданиях на апартамент выделяется столько парковочных мест, сколько спален в квартире. Также в районах с большим скоплением высоток в вечернее и утреннее время частые заторы на дорогах. Мало кто знает, но обслуживание таких зданий также обходится довольно дорого, и все владельцы жилья платят ежегодный сервис-чардж на обслуживание здания. У каждого билдинга свой тариф, но цифры порядка 50 долларов за квадратный метр. То есть за свою квартиру в 60 метров квадратных вы платите каждый год около 3000 долларов. Также в Дубае существует проблема долгостроев и качество исполнения работы материалов. И иногда вновь данный проект выглядит очень уставшим, и максимально быстро все начинает выходить из строя. Также в Дубае имеет место, спешка и желание во что бы то ни стало завершить проект в сроке. И в итоге все знают о случаях, например, отсутствии исправной канализации в небоскребах после сдачи проектов. Очень хочется верить, что несмотря ни на что, вам будет комфортно отдыхать или жить в Дубае, тем более, когда вы с правильными ожиданиями. Добро пожаловать на мой канал, где много полезной информации и частных видео о том, как мы живем за границей. И до встречи в новой локации. Пока-пока!